Мы продолжаем разговор об инфекционном заболевании сифилис. Мы уже разобрали порядок диагностирование этого заболевания. Сегодня поговорим о его лечении. Лечение сифилиса может быть превентивным, специфическим, профилактическим и пробным. Превентивное лечение проводят с целью предупреждения сифилиса лицам, находящимся в половом и тесном бытовом контакте с больными ранними формами сифилиса, если с момента контакта прошло не более двух месяцев. Лечение включает Бензотин, бензилпенициллин. 2,4 млн единиц внутримышечно однократно. Препарат вводится по 1,2 млн единиц в каждую большую ягодичную мышцу. Разводится 1% раствором лидокаина. Или бензотин, бензилпенициллин плюс бензилпенициллин брокаина. 1,5 млн единиц 2 раза в неделю внутримышечно. На курс 2 инъекции. Или бензилпенициллина на вокаиновая соль. 600 тыс. единиц 2 раза в сутки внутримышечно в течение 7 суток. С целью этиологического исследования пациента проводят специфическое лечение. И схемы лечения будут меняться в зависимости от клинической ситуации. Если перед вами пациент с первичным сифилисом, вы назначаете бензотин, бензилпенициллин 2,4 млн единиц 1 раз в 5 дней внутримышечно. На курс 3 инъекции. Или бензотин, бензилпенициллин и бензилпенициллин брокаина. 1,5 млн единиц 2 раза в неделю внутримышечно. На курс 5 инъекций. Или бензилпенициллина на вокаиновая соль. 600 тыс. единиц 2 раза в сутки внутримышечно в течение 14 суток. Или бензилпенициллина натриевая соль кристаллическая В. По млн единиц каждые 4 часа 6 раз в сутки внутримышечно в течение 14 суток. Схема лечения больных вторичным и ранним скрытым сифилисом включает бензилпенициллина на вокаиновая соль С. 600 тыс. единиц 2 раза в сутки внутримышечно в течение 28 дней. Или бензилпенициллина натриевая соль кристаллическая В. 1 млн единиц каждые 4 часа 6 раз в сутки внутримышечно в течение 28 суток. Или бензотин, бензилпенициллин 2,4 млн единиц 1 раз в 5 дней внутримышечно. На курс 6 инъекций для вторичного сифилиса. Лечение больных третичным, скрытым поздним и скрытым неуточненным сифилисом нужно проводить по следующей схеме. Бензилпенициллина натриевая соль кристаллическая В. 1 млн единиц каждые 4 часа 6 раз в сутки внутримышечно в течение 28 суток. Через 2 недели второй курс лечения бензилпенициллина натриевой солью кристаллической в аналогичных дозах в течение 14 суток. Либо одним из препаратов средней дюрантности. Бензилпенициллина на вокаиновая соль С. 600 тысяч единиц 2 раза в сутки внутримышечно в течение 28 суток. Через 2 недели второй курс лечения в аналогичной дозе в течение 14 суток. С целью предупреждения врожденного сифилиса проводят профилактическое лечение. Оно касается определенных групп пациентов, уже имеющих в своем анамнезе заболевания сифилисом. Профилактическое лечение проводят беременным женщинам, лечившимся по поводу сифилиса до беременности, но у которых в нетрипанемных сирологических тестах сохраняется позитивность. Беременным, которым специфическое лечение сифилиса проводилось во время беременности. Новорожденным, родившимся без проявления сифилиса от нелеченной, либо неадекватно леченной во время беременности. Новорожденным, матери которых при наличии показания во время беременности не получили профилактического лечения. И, наконец, пробное лечение проводят при подозрении на специфическое поражение внутренних органов, нервной системой и опорно-двигательного аппарата, когда диагноз не представляется возможным подтвердить убедительными сирологическими и клиническими данными. Любая терапия должна сопровождаться наблюдением лечащего врача. У пациента могут возникнуть различного рода проявления, иногда специфичные для течения лечения сифилиса. Рассмотрим некоторые из них. Во-первых, это реакция обострения Яриша Герксгеймера. Начинается через 2-4 часа после первого введения антибактериального препарата. Максимальная выраженность через 5-7 часов. В течение 12-24 часов состояние нормализуется. Основными клиническими симптомами являются озноб и резкое повышение температуры тела, головная боль, тошнота, боль в мышцах, суставах, тахикардия, учащение дыхания, снижение артериального давления, лейкоцитоз. При вторичном сифилисе разиолезные и популезные высыпания становятся более многочисленными, яркими, отечными, иногда элементы сливаются за счет обилия. Так называемая местная реакция обострения. В некоторых случаях на фоне реакции обострения вторичные сифилиды впервые появляются на местах, где их не было до начала лечения. Изредка у больных могут развиваться психоз, инсульт, судорожный синдром, печеночная недостаточность. Быстро проходящая реакция обострения обычно не требует никакого специального лечения. Развитие выраженной реакции обострения следует избегать. Однако развитие выраженной реакции обострения при лечении беременных у больных с нейросифильсом, у больных с поражением органа зрения, у больных с висцеральным сифилисом, особенно с сифилитическим мезортитом, у больных с хронической патологией сердечно-сосудистой системы, тяжелыми соматическими заболеваниями в стадии декомпенсации. Чтобы избежать реакции обострения, рекомендуется в первые три дня пенициллинотерапии назначить перорально или внутримышечно преднизолон 60-90 мг в сутки, однократно утром или в снижающейся дозировке 75-50-25 мг в сутки. Второй вид реакции – это реакция на внутримышечное введение пролонгированных препаратов пенициллина. Синдром Хайна может возникнуть после любой инъекции препарата. Характеризуется головокружением, шумом в ушах, страхом смерти, бледностью, парестезиями, нарушением зрения, повышенным артериальным давлением. Могут быть кратковременная потеря сознания, галлюцинации или судороги сразу после инъекции. Длится в пределах 20 минут. Реакцию дифференцирует с анофилактическим шоком, при котором наблюдается резкое снижение артериального давления. Лечение. Первое. Полный покой, тишина, горизонтальное положение тела пациента. Второе. Преднизолон 60-90 мг или дексаметазон 4-8 мг внутривенно или внутримышечно. Третье. Супрастин или димедрол 1 мл 1% раствора внутримышечно. При необходимости показана консультация психиатра и использование гипотензивных, седативных и антипсихотических средств. Синдром Николау – симптомокомплекс осложнений после внутриартериального введения дюрантных препаратов пенициллина или других препаратов с кристаллической структурой. Характеризуется внезапной ишемией на месте инъекции. Развитием болезненных синюшних неравномерных пятен леведа с последующим образованием пузырей и некрозом кожи. В отдельных случаях развивается вялый паралич конечности, в артерию которой был введен препарат. В редких случаях – поперечный паралич. В качестве отдаленных осложнений наблюдается макрогематурия и кровавый стул. До настоящего времени случаи отмечены только в детской практике. Также может быть нарушение электролитного баланса и аллергические реакции, в том числе анафилактический шок. В некоторых случаях терапии в кабинете недостаточно. Необходима госпитализация пациентов. В каких случаях разберем. При подозрении на наличие или установленный диагноз нейросифилиса, кардиоваскулярного сифилиса и других висцеральных поражений. При сифилитическом поражении опорно-двигательного аппарата. Поздний, скрытый и неуточненный сифилис. Тритичный сифилис. Сифилис у беременных. Врожденный и приобретенный сифилис у детей. Все формы заболевания, подлежащие лечению с использованием водорастворимого пенициллина. Указание в анамнезе на непереносимость антибактериальных препаратов. Сопутствующая ВИЧ-инфекция. Все формы заболевания при отсутствии на территории проживания больного. Возможности оказания первичной специализированной медико-санитарной помощи. Лица без определенного места жительства. При лечении всех видов сифилиса важно постоянное наблюдение за пациентом. И точный анализ происходящих проявлений и реакции организма больного на терапию.